то, что их даже магазины закрыты в текущий момент. Кому-то даже удается там в своих маленьких небольших городах делать какие-то продажи. Ну а в целом, конечно, ситуация тяжелая, тяжелая, очень тяжелая. Вообще вся розница была не готова к этому. То есть надо понимать, что мы не то чтобы не были готовы. Мы до этого-то еле-еле там хромая как-то переваливаясь входили в этот сезон, потому что был тяжелый зимний сезон тоже в том числе были продажи. Продажи начали падать еще с ноября-декабря. А это все еще более как бы усугубило эту ситуацию и текущее как бы положение, ну было такое, перед карантином оно уже было такое, подграничное. То есть как будем выходить, ну большой вопрос. Ну я не думаю, что все так печально там, потому что еще раз напомню отличие украинского рынка от российского. 60-70% всего, что продается в белье в Украине, это местные производители. Такого в России не снилось такое, да? Это сильнейшая компания. Их не так много производственные, но они действительно работают. Это, назову, Жасмин, это Аннабель Арто, это Марина Марсана, это Камильфо из производственников. Это Ланет, это Шато, Кифа, Лейнле, да. Ну вот в принципе я вам назвал, но это сильные бренды. То если бы был открыт российский рынок, то, конечно, за ними бы бегали, за этими марками, потому что там уже удивительное соотношение цены и качества. То, что не может дать практически ни одна страна. Еще одно большое отличие, что в Украине нет оптовых компаний в том количестве, которое есть в России. Их там 7 компаний, из них таких сильных не так много. Вот Вадим у нас сидит, Ланет, Ирена Гуртовня, Бьянка. Вот практически все оптовые компании значимые на всю страну. Да, линжериком еще есть. Поэтому смотрите, каждый как-то специализируется на чем-то своем. Вот, поэтому рынок там другой. Конечно, он тяжелый сейчас, потому что люди и так получали мало, а сейчас с этим кризисом еще меньше, наверное, получают. Поэтому, ну вот такая у них ситуация. Но зато, я говорю, вот этих вот 7 компаний производственных имеют рынок почти там с 40 миллионами населения. Да, Михаил, согласен. Будем надеяться на скорейшее окончание этого карантина. И, собственно, там буквально первые 3-4 недели уже будет понятно соотношение сил расстановку, насколько быстро будем выходить из ситуации, там долго. Ну, пока что прогнозы очень тяжело. Потому что, собственно говоря, розница, понятно, посыпется. Мне кажется, что вот независимая розница, она частично посыпется. Да. Конечно. Из производственных компаний никто не уйдет. И из оптовых компаний ни одна из этих, которых я назвал, не закроется. Кроме того, в Украине можно производить и можно производить лучше, чем в любых других странах мира. Поэтому, пожалуйста, площадка есть у Марины Марсаны. Заказывайте. Я обращаюсь к латышам, к литовцам, к россиянам, если хотят производство своей марки. Есть предложение в Луцке у компании Рена. Есть готовое помещение с швеей, оборудованием. Все. Пожалуйста, я думаю, любой, и Ирина Курючкина здесь, я вижу, она тоже, может быть, кимнет. И она может производить. Потому что это фирмы, которые работают на лучшие западные бренды. У них есть все для того, чтобы производить великолепный продукт по цене, где рабочая сила такая, что цена получается просто прекрасная. Поэтому обращайтесь. Я думаю, что это может кого-то из далекой Азии в близкую Украину перевезти. И, естественно, работать пока на украинский рынок, а потом можно работать и на российский. Наверняка это будет происходить. Кто-нибудь? Ирина, что-нибудь скажешь или Марина? По Украине. Ирину включаю. Скажу с удовольствием. Добрый день всем. Меня слышно? Слышно. Компания Коминьфо, город Николаев, Ирина Курючкина, владелика, мужа Диму. Они вместе творят просто чудеса. Рассказывай. Я в больном случае хочу всех поздравить с 1 маем, потому что мы дружники, однозначно к этому причастны. Скажу вкратце, вот как мы все это переживаем. Мы немножко раньше, чем в России, вошли в карантин. Страх и отопинения уже пропали. Конечно, пришлось на первых порах максимально мобилизовать свою команду. К сожалению, государство не поддерживает легкую промышленность. Я лично представляю в Николаеве легкую промышленность и нашим область советия. У нас есть совет малого-среднего бизнеса. И какие только мы в Берии не встречались, это и область совет, это и городадминистрация. Я лично обращалась к нашему мэру. Он у нас такой технократ. Он каждый день проводит онлайн общение с горожанами. Но, к сожалению, медицинские защитные костюмы и маски, которые были излованы в крае заказа в Китае. Я считаю, что это огромная ошибка, но уже поздно об этом говорить. В любом случае, я для себя решила, что сохранить всю цепочку общения с клиентами, в соцсетях, в группе Вайбере, в канале Телеграм, плюс сохранив отношения с поставщиками, мы регулярно позваниваемся, общаемся. Сейчас не время зарабатывать, час время поддержаться, сохранить коллектив. Это важно. И час время, когда важно оставаться человеком, соблюсти лицо. Потому что карантин пройдет, а репутация останется. И мы по мере сил возможностей, конечно, помогаем. И нашей областной детской больнице. Мы шьем для них все необходимое для защиты медперсонала. Потому что груз в Китае заказали, но до больницы он не доехал. И поэтому мы параллельно, ну я считаю, что такими вещами хвастать нельзя, но мы об этом говорим открыто. Я думаю, что это пример для других предпринимателей, как можно сейчас поддержать людей. Потому что, к сожалению, вот всю проблематику сейчас положили на плечи бизнеса и волонтеров. То понятно, что мы активно коммуницируем с нашими клиентами в соцсетях. Я думаю, что некоторые, особыми мы не можем походить с продажами, потому что сейчас такое время, что, наверное, не до нас, людям на карантине. Но все же, покупая тижаму, они, возможно, хотят поддержать наше доброе начинание. Я так думаю, что здесь вот сюда запускается, знаете, такая энерзия добра. То это циркулирует по кругу. Мы очень ждем, когда завершится карантин. Надеюсь, что мы войдем обновленными и сможем продолжать работу с нашими клиентами. Пока из тех, с кем я общаюсь, вижу, что люди настроены работать. Но, безусловно, я понимаю, что по выходу из кризиса будут новые проблемы. И, конечно, многие закроются. Но мы храняем лучшие ожидания. Да, и хочу еще подчеркнуть. Отличие, я забыл сказать, украинского рынка – это отношение к местной продукции. Если сделано в России, это всегда должно быть там что-то дешево и сердито, как говорится. То в Украине население очень-очень относится к сделанному в Украине лояльно. Это чувствуется. Поэтому это дополнительная поддержка местной промышленности, национальной промышленности легкой. Вот так. Марина, Ирина, спасибо огромное. Спасибо Вадиму Ашкалу. Спасибо вам. Марина, что-нибудь скажешь? Спасибо всем, здорово. Спасибо, Ирина. Марина, что-нибудь скажешь дополнительно? Добрый день еще раз. Ну, Вадим очень хорошо описал. Ирина очень хорошо описала. Все мы думаем об этом. И думаем о будущем. Ну, самое главное, не терять связь с нашими, не только поставщиками, а с нашими клиентами. Мы уже давно не работаем по дистрибуции. Мы работаем B2B напрямую с клиентами. Каждый день поддерживаем связь, советуем, обучаем, подсказываем, передаем свои фотографии, свои материалы для введения соцсетей, учим, как это делать, как завести страницу и так далее. Получаем отзывы. Кому-то это помогает. Кто-то спокойно пережидает, ждет окончания карантина. Все по-разному относятся. Ну, я думаю, мы выйдем. Тяжело будет, но мы выйдем, мы справимся. Хорошо, спасибо. Спасибо, Марина. Вот я хотел бы, так как все-таки мы работаем под эгидой Евровета, я вижу Мария Петерсон, лицо я не вижу, но она здесь. Мария, расскажи, пожалуйста, можем мы надеяться на то, что приедем в Париж? Мария. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Всех с 1 мая. Ну, на самом деле, не могу сделать никакое официальное заявление, к сожалению. Ты нам по секрету что-нибудь скажи. Пока все в силе, работа идет очень активно. Выставка планируется в сентябре. В сентябре, насколько вы знаете, это будет выставка «Ривьера», которая раньше проходила в Каннах на Лазурном берегу, 100% посвященная купальникам пляжной моди. Мы планируем ее провести в Париже на этот раз. Пока все в силе. Как будут развиваться события, покажет время, потому что во Франции карантин официально должен быть прекращен 11 мая, поэтому до этой даты точно не будет никакого заявления. А потом, уже после анонса правительства, мы будем знать, будем ли мы, в принципе, иметь право ее организовать, чтобы было такое скопление людей и так далее. Поэтому, к сожалению, не могу вас ничем сегодня обрадовать. Хотя очень бы хотелось. Будем ждать, тогда вы нас информируете. В любом случае, потому что я тоже очень много общаюсь с разными участниками этой индустрии бельевой. Скажу вам честно, но это мое личное мнение, это не позиция Евровета, скажем так. Я думаю, что даже если выставка в сентябре состоится, она будет, скажем так, небольшого формата, это очевидно. Но мы больше ориентируемся, вот я лично больше ориентируюсь, конечно, на январь. В январе, я думаю, что да, это будет уже Новый год, всем нужно будет перезапускать свой бизнес, поэтому я думаю, что в январе это будет сильно. Если нас не накроет вторая волна. Экспертным мнением. Там много. Спасибо. Еще раз. И, конечно, я думаю, все это уже поняли, что сейчас, в данный момент, самое главное, это держаться вместе. Это все, что мы можем сделать на данный момент. Поэтому всем спасибо, кто присоединился, кто поддержал. Я думаю, что мы все выйдем, надеюсь, с наименьшими потерями. Ну, да, будем стараться. Спасибо большое. Ну, если ни у кого нет больше чего сказать. А, еще есть у Олега. Давай, Олег. Да, Михаил, тоже хотел большое спасибо сказать за организацию конференций. И такой задать, естественно, вопрос на будущее. Всегда мало, когда что-то хорошо происходит. А какое-то продолжение это получит. Да, вот уже, как вы говорили, да, уже более конкретные вопросы по блокам обсуждения. Или это какие-то другие форматы будут носить? Ну, я не планирую с розницей пока общение. Это будут вам все транслировать поставщики. То есть я буду вести несколько еще встреч у меня будет с партнерами журнала. Потому что мы не зеркало рынка журнал, мы инструмент. Поэтому нацелены на то, чтобы поддержать и дать преимущество именно тем, кто с нами. Поэтому мы с ними будем несколько раз встречаться, обсуждать. И они уже будут связываться с магазинами и будут вести свою работу с ними. Как это сделать, вот мы и будем обсуждать. Поэтому розница очень разношерстная. Есть разный уровень, скажем так, ее развития. И всех собрать одновременно не получится. Для одних будет сложно, для других это будет, ну, что-то такое банальное. Поэтому мы не планируем. У производителей уровень приблизительно одинаковый. Там люди одного уровня. Поэтому с ними будем работать. Спасибо. Так, Людмила. Спасибо, Олег. Михаил, слышите меня? Да. Хочу поблагодарить вас огромное большое спасибо за то, что, во-первых, меня пригласили. Во-вторых, было страшно и интересно. Я первый раз участвую в такой масштабной конференции, которая охватывает не только нашу страну и регионы, но еще и Украину. Спасибо большое. Это замечательно. И открывают колоссальные возможности, например, для меня. Все то, о чем говорили, подтверждает мои предположения о том, что нас ждет в ближайшие года-два. И мои предположения опираются не просто на какое-то чутье по рынку, а опираются на тот мой колоссальный опыт. Я, наверное, одна из немногих, которая является такой, знаете, профессиональным гуру. Ну, с 95-го года в бельевом бизнесе, пройдя хорошую школу работы во французской компании и пройдя три кризиса, могу сказать, что все на верном пути, поэтому у нас все получится. Залог успеха в нашем единении, в профессиональном сообществе и в стремлении совместно находить вот эту дорогу, которая позволит нам сохранить те позиции, которые уже были освоены и завоеваны. И до встречи на новых конференциях. Спасибо, Людмила. Ну, еще Олегу отвечу. Олег, в будущем планируется и с розницей мероприятие. Вот, обязательно они будут, формат мы продумываем, и вот Zoom нам всем в помощь теперь, поэтому, безусловно, у нас много чего поменяется. Но подождите, всему свое время, успеем вам еще сообщить. Мы готовим все эти проекты. Анонсы будут в Facebook. Читайте Facebook, хорошая сеть. Ну, и на Бельевик тоже идите, там тоже информацию мы будем аккумулировать. Так, ну, если нет ни у кого больше чего сказать, всех тогда благодарю, что вы были эти дни с нами. Почти месяц мы общались. Ну, впереди не так много осталось нам до того момента, когда всех выпустят из этих клеток наших, и мы бросимся на рынок. Нас там ждут. Спасибо всем. Рад был видеть. Общаемся дальше по телефону. Если что, звоните. Чудесного дня. До свидания.